Совещание с представителями городообразующей отрасли Юрий Поляков провел в диалоге, прямо задавая острые вопросы тем, кто должен на них ответить. Например, заместителю генерального директора санатория «Маяк», фасад которого этим летом превратили в рынок. Вы местный, Карник Ливанович? Да. Это не вы там торговли наставили на верхнюю набережную, нет? Я хозяйственной частью занимаюсь. Ясно. А где ваша директор девушка там? Марина Владимировна приболела, насколько я знаю. А ее как вызываешь в администрацию, так она раз и приболела. Ну хорошо, вы мне расскажите, что вы будете делать с той торговлей, которую вы развели на своей территории в сторону высокого берега. Объясните мне, пожалуйста, набережной. С 2016 года «Маяк» вдруг прекратил принимать организованные группы детей, без объективных на то причин. Видимо, выбор сделан в пользу прибыли от сдачи в аренду торговых площадей. Я ж не возражаю. Это вас санаторий, ваша территория, назначение есть для торговли? Ну, вопросов нет. Я для себя понимаю так. Ну и торгуйте к себе во двор, правильно или нет, там, для тех, кого вы там принимаете. А что вы торгуете в эту сторону? Все убили там вокруг, клумбы, все. Аттракционы, квасные бочки, холодильники – всему этому не место на набережной. И, конечно, свободными от торговли должны быть пляжи. Это приоритет, говорит глава. Вот этот бред, когда по пляжным территориям ходят, там, что они продают, там, пиво, там, чучхелу, там, я уже не помню, что, да, рыбу ходят по пляжным территориям. Вот я хочу от пляжа услышать. Скажите, мы можем это искоренить вообще? И вот сидит 500 человек, и ничего ни для кого нового нет. Все знают, что они ходят, почему они ходят и для чего они ходят. Мы можем это искоренить один раз, а найти того, куда это стекается все, и сказать человеку, слышишь, отшибись отсюда, чтобы твоей ноги тут больше не было, и все, и забыть про это. Возможно. Порядок будет. Все договорились. Такой же обратной связи Юрий Федорович ждет от руководителей предприятий санаторно-курортной отрасли. Квадроциклы на пляжах не наши, что делать с торговцами, не знаем, это все надуманные причины. Один в поле не воин, тем более, когда война идет с армией нелегалов. Александр Иванович сидит, когда он выдал автомобиль в него с экипажем, и в тот год не ходили, ни чучья, ни чему. Одна вина справилась по всему берегу. Чтобы город привести в порядок и сделать с него город-курорт, это, поверьте мне, одному человеку и даже десяти человекам не под силу. Это можно сделать только при участии всех жителей, всех руководителей, всех, кто находится и переживает за город-курорт. А если всем здесь будет наплевать на этот город, понимаете, то никто никогда ничего не наведет порядок. Это первое в этом году совещание курортников под председательством главы Анапы. Юрий Поляков пообещал, отныне подобные встречи станут регулярными. Приоритеты расставлены. Находить механизмы будут уже в рабочем порядке.